Ну что ж, а мы усложним ситуацию, представим, что комплименты на работе уж больно смахивают на флирты, даже домогательства, если их делает начальник. Как реагировать, как вести себя в этих случаях, и есть ли психологические советы, как противостоять домогательствам на работе? Поговорим об этом с психологом Снежаной Шмелевой. Здравствуйте. Здравствуйте. Снежана Александровна, ну смотрите, у нас есть за сексуальное домогательство на работе предусмотрена уголовная статья, если мы не ошибаемся. Но, тем не менее, женщины обычно не говорят об этом. Умалчивают. Почему? Ну, если говорить о законодательстве, то она в рассмотрении, так как она еще и не принята. Вот. Теперь следующий вопрос. Почему женщины об этом не говорят? Здесь могут быть совершенно разные причины молчания. Первая причина это может быть страх. Страх потери работы. Да, однозначно, страх потери работы. Кроме того, это может быть страх боссинга, так называемого. Ну, то есть прессинга со стороны руководства. Это может быть также, вы знаете, будем говорить, такое как смирение, желание угодить боссу, уж раз он так говорит, значит, так оно и есть. Или это такие установки, что а как по-другому, а как по-другому достичь определенного карьерного роста. И такая установка, что это нормально, это так бывает. Но с этим как-то нужно бороться? Потому что вот то, что вы сейчас называете, это больше похоже на какое-то крепостное право, потому что вот так положено. Я бы так поставила вопрос. Чтобы с этим бороться, наверное, нужно все-таки вот уметь отличить, где действительно комплимент, скажем так. И человек может сказать, да, как ты прекрасно выглядишь или там что-то подобное, да, женщине? Это нормально, мне кажется. А где вот действительно уже домогательство? Вот где грань? Вы совершенно верно ставите вопрос, чтобы различать харассмент и флирт. Нужно понимать, что такое харассмент, что такое флирт. Вот, объясните, пожалуйста. Флирт, будем так говорить, он даже полезен, да. И флирт заключается в следующем, что в этом участвуют обе стороны, и это не является каким-то таким психологическим насилием, как харассмент. Вот мне неприятно, я не хочу об этом разговаривать. Мне неприятны ваши там сальные какие-то шутки, да, или прикосновения. В чем суть харассмента? Да, флирт это заключается как раз вот в комплиментах, которые действительно направлены или на внешность, или на профессиональные какие-то качества. И флирт можно прекратить или одной стороной, и вторая сторона тут же прекращает флирт. Да, тут же прекращает. То есть здесь нет какого-то психологического насилия, как при харассменте. Потому что при харассменте это действительно идет психологическое насилие. Когда человек совершенно против, он показывает, что он против всего этого, а другая сторона продолжает, продолжает так поступать. Ну хорошо, представим, что ситуация с психологическим насилием уже, к сожалению, происходит, да, в каком-то кейсе отдельно взятом. Есть часто распространенное мнение, что женщина сама виновата, женщина провоцирует. Так ли это, насколько это вообще утверждение имеет место быть? Вы знаете, есть такая, я не знаю, как поговорка или пословица, в ссоре виноваты оба, как говорят, да, у нас. И есть такое направление психологии, как виктимология. Это где изучают и психологию жертвы, и психологию преступника. И, конечно, мы можем говорить и о каких-то провокационных моментах со стороны женщины. Вот представьте, приходит женщина, ну, в некоторых организациях есть дресс-код, в некоторых нет, и каждый по желанию одевается, как считает нужным. И вот представьте, приходит довольно-таки молодая, симпатичная женщина в короткой юбке, в прозрачной блузке, плюс к этому яркий макияж, еще и бижутерия, да, рептильный мозг никто не отменял, и любой мужчина, конечно, на это реагирует. Но если говорить о харассменте, то это может быть как со стороны женщины, так и мужчины, это тоже надо иметь в виду. Если мужчина пришел в прозрачный блузский, женщина-начальник. Если он показывает всю свою мускулатуру, да, как он молод, как он красив, да, и женщина может на это среагировать, да, действительно. И поэтому провокационные какие-то моменты есть, конечно, и со стороны женщин. Кроме того, естественно, мужчина, глядя на это, это может быть и коллега, это может быть, ну, страшнее, конечно, если это босс, да, начинает говорить какие-то комплименты именно в плане, как вы хорошо выглядите, как вы женственно выглядите, да. Женщина начинает чувствовать себя такой женщиной-соблазнительницей и начинает, соответственно, с этим себя так вести. Подыгрывать. Конечно, да. Ну, и тогда уже недалеко, действительно, до домогательств, если вам всеми знаками дают понять, что вы готовы не только к работе. К рабочим моментам, да, скажем. Я сейчас попробую встать на позицию женщины и понять, вот какой момент. Представим, что мы устраиваемся на работу, одеваемся, ну, не то, чтобы уж прям очень откровенно, но красиво, элегантно и женственно, да. И у нас вначале в мыслях только просто произвести хорошее впечатление. Но затем это все перерастает, ну, тоже более в активные комплименты, активный флирт. Как женщине понять, как себя вести, вот, как не допустить... Да, чтобы за черту не перейти, скажем так. Да, 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 как не допустить переход за эту черту между флиртом и харассментом? Угу. Ну, вообще, в первую очередь, конечно, нужно обращать внимание, границы какие-то для себя определить, где уже переходит это действительно в насилие, когда вы открыто даете понять, что вам это неприятно, и вам это не нравится. Вам это не нравится. Например, вам... Вот если мы говорим о прикосновениях, да, например, какие допускаются прикосновения, нужно знать. Пожатие руки. Руки. И все. И дружеское, может быть, похлопывание по плечу, но остальное все уже будет. Обнимание, поцелуйчики, там, шлепки какие-то еще и так далее. Если вы это допускаете, то... Будьте готовы, да, уже к дальнейшим действиям. Да, что это будет продолжение. Если вы не умеете сказать... Снежана Александровна, тоже будьте готовы, у нас будет продолжение. К продолжению, да. У нас сейчас небольшая реклама, после этого мы продолжим эту очень острую, но и вместе с этим интересную и полезную тему. Оставайтесь на ТНВ. Мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях психолог Снежана Шмелева. Говорим мы об отношениях мужчины и женщины, комплименты и, к сожалению, домогательства. Ну, на рабочем месте, скажем так. Ну что ж, мы выяснили, что... Чем вызвано обычно домогательство, как провоцируют, кто там с женской стороны, с мужской стороны. Но если это вдруг случилось, если какие-то методы наше поведение не понимает человек, да, с обратной стороны, то, что нам не нравится, нам не хочется, спасибо, не стоит. Как дальше быть? Стоит ли жаловаться, стоит ли придавать огласки, рассказывать, я не знаю, коллегам, мужу? За чьей-то помощью обращаться? Конечно, легче предупредить, чем потом с этим уже как-то бороться, когда это зашло глубоко. Конечно, об этом нужно говорить. Теперь вопрос, кому говорить, с кем говорить и о чем говорить. Естественно, в первую очередь лучше, конечно, не выносить, как говорят, ссоры из СБ и как бы выяснить своим боссам эти отношения, что вы говорите о том, что вам это неприемлемо, и вы пришли сюда работать, и, кроме того, показываете договор определенный, вот в договоре прописано, вот мои должностные обязанности. Если вдруг, случайно, читая договор, вы видите, но это тоже во время подписывания, конечно... То есть мелким шрифтом это может где-то прописано, да? Да-да-да, удовлетворять потребности, все потребности руководства. Это тоже заранее надо договор читать и сразу на месте это проговорить. Да, вы говорите, что вот есть должностные обязанности, да, вот, и если это будет так продолжаться, все-таки нам или придется расстаться, да, что можно делать в таких случаях? Наверняка выше вашего босса еще есть какое-то руководство, можно к нему обратиться и сказать об этом, да. Если мы говорим обращаться к мужу, я не знаю, насколько это корректно... Да, что тоже бытовой муж, да, там мой снял эти отношения, это будет совершенно некорректно и непонятно еще, чем это закончится. Конечно, лучше эти отношения выяснять сразу. Потом, действительно, все-таки пересмотреть и свое поведение, пересмотреть и то, что между вами происходит, и посмотреть, где была нарушена грань, и как бы вернуться вот на исходную вот эту позицию. На исходную позицию. Если вы считаете, что практически сделать ничего невозможно... Да, вот как крайний вариант последний. ...и просто так силен там в своих и связях и так далее, будем уж об этом говорить, то тогда, естественно, увольняться. Кто тогда увольняться? Потому что психологический прессинг... Дороже денег. Да, дороже денег, потому что там жесткие отказы могут быть. И вот, как мы уже говорили с вами, и боссингом таким, когда вас будут постоянно притеснять, и там уже о карьерном росте какого-то уже смысла нет говорить. Спасибо большое. Запомнили самое главное, что, во-первых, следим за собой, за своим поведением, но если что-то вдруг, то безвыходной ситуации не бывает, правда? Ну да, бывает такое, что вам попадется какой-нибудь такой психопат, который считает, что ему все дозволено в этой жизни, или нарцисс, которому невозможно отказать. Вот здесь тоже нужно иметь в виду и обращать внимание. Лучше уволиться и найти другую работу, пускай с меньшей зарплатой. Однозначно. Здоровье дороже. Душа и здоровье будут в порядке. Спасибо большое за советы. Продолжение следует...